друзья всем привет меня зовут павел филиппов и сегодня мы с вами находимся на прямой трансляции от компании solar group на которой мы подведем итоги уходящего 2022 года и поговорим о планах проекта на следующий год чтобы это сделать у нас целых два повода ну во-первых заканчивается 2002 год и мы уже традиционно подводим те самые итоги и говорим о достижениях но кроме этого сегодня мы переходим на новый этап финансирования проекта сейчас мы находимся на 17 этапе развития и уже 31 декабря последний день когда условия 17 этапа еще будут действовать после этого мы переходим на 18 на новый рубеж на новый этап и конечно мы также будем говорить о 17 этапе и о тех результатах которые нам удалось достигнуть сегодня для вас выступит большое количество разных спикеров кроме меня сегодня в эфире будет сергей семенов генеральный директор solar group будет репортаж от компании совал маш где александр сударев и дмитрий александрович дуинов также поделятся последними достижениями компании совал маш перед вами выступят люди которые уже сегодня используют технологию совмещенных обмоток славянкой и делают на этом реальный бизнес это виктор арестов и андрей лобов также вы увидите алиса кузнецова руководителя партнерской сети и виталия аверьянова айти директора компании solar group ну и наши многоуважаемые национальные партнеры также подготовили для вас небольшие выступления которые вы сможете увидеть не забывайте делать репост этой трансляции ставить лайк размещать своих социальных сетях все это позволяет нам увеличить охват наших зрителей а соответственно приблизить к финалу реализацию проекта двигателя дуинова давайте начинать и первое кому я хочу передать сегодня слово это генеральный директор компании solar group сергей семенов давайте посмотрим добрый день уважаемые инвесторы и партнеры на календаре декабрь значит самое время подвести итоги уходящего года в развитии проекта в развитии финансирования в строительстве про новых партнеров буквально пару слов расскажу чем этот год нам запомнился до какой стадии мы дошли и куда мы пойдем дальше мы заканчиваем 17 этап это был наш достаточно долгий этап но он длился практически год впереди у нас осталось три этапа по плану по предварительным ожиданиям где-то до конца 2024 года мы будем развивать этот проект но окончание строительство предприятия запуск предприятия это совершенно не значит что проект оканчиваются по моему мнению в этот момент только начнется я порой думаю конечно пять лет назад когда мы это все начинали господи что мы до этого дойдем ну представить было в таких красках в таких подробностях ну у меня например не получалось может я никогда этого не делал и очень рад что сейчас такой опыт есть у меня есть у команды за это огромная всем благодарность всем инвесторам всем партнерам команде solar group команде с уволмаш там саш оператором и всем строителям соответственно но я хочу напомнить что проект с уволмаш это не только стройка просто мы очень много контента снимаем про стройку в информационном поле очень много про стройку потому что это очень важный очень ресурсоемкий очень сложный этап но это по сути наше лицо проекту стали относиться серьезно проекту стали относиться как к большому предприятию если ну вы заметили хейтеров стало совсем мало а тех кто хотят но это уже какие-то совсем не серьезные люди как нам стали относиться партнеры партнеры я имею ввиду с точки зрения наши будущие заказчики клиенты партнеры по развитию бизнеса за рубежом дмитрий санычем буквально вчера мы обсудили вопрос о том что уже можно считать проект международным не с точки зрения привлечения инвестиций а с точки зрения именно развития проекта мы начинаем прорабатывать создание локальных производств на местах мы конкретно обсудили индию мы пригласили оттуда человека на январь и мы планируем сделать подобную работу в вид на во вьетнаме соответственно инвестиции продолжают поступать несмотря на то что год был достаточно насыщен событиями как и негативными можно их так назвать которые мешали развитию проекта которые связаны с огромными политическими силами так и позитивными то есть мы все равно двигались несмотря на то что по всему миру закрывались инвестиционные проекты закрывались стройки прерывались какие-то большие начинания мы шли развивались мы не сбросили темпов а постройки мы их вообще увеличили потому что вот и на меня произвело огромное впечатление я был сейчас три месяца в командировке по азии мы проводили конференции я приехал сюда здесь сменился генподрядчик здесь другое качество выполнения работ здесь количество работ проведенных просто невероятно закрыли тепловой контур здания вот мы находимся снимаем здесь тепло прекрасно и можно производить дальнейшие работы несмотря на то что в россии зима соответственно с точки зрения solar group мы продолжаем развивать национальные представители представительства мы продолжаем развивать нашу айти платформу в 2023 году мы начнем подготовку к акционированию компании совал маш выход в правовое поле более надежная более защищенная не все инвесторы смогут из-за рубежа стать акционерами но мы предложим форму работы с этим по поводу этого вопроса также мы сделали прототип внутренней бирже мы пока все подготавливаем но когда взвесим окончательно все риски тогда объявим и дате запуска форме запуска о том как это все будет сделано несмотря на то что мы подходим к завершению строительства несмотря на то что мы подходим к завершению финансирования проекта это не значит что проект заканчивается мы продолжим международную экспансию мы будем создавать проекты за рубежом мы станем полноценной большой корпорации международной в которой каждый человек кто принял участие будет иметь долю по всему миру и окончание создания по ктб это не окончание проекты это начало новой большой истории которая будет касаться всех нас и по всему миру так что всем удачи огромное всем спасибо и хорошего нового года а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О том, чем мы с вами занимаемся и чем мы действительно можем гордиться Поговорить о том, какой путь мы уже прошли И сначала давайте вспомним, что же такое проект двигателя Дуйнова Проект двигателя Дуйнова – это проект по продвижению технологий Совмещенных обмоток славянка на мировом рынке И эта технология уже сегодня позволяет команде инженера Дмитрия Дуйнова Проектировать электродвигатели нового поколения с технологией совмещенных обмоток славянка Для того, чтобы сделать из этого полноценный бизнес, необходимы мощности И именно такие мощности мы с вами и создаем в рамках проекта двигателя Дуйнова Прямо сейчас на деньги частных инвесторов строится предприятие Инновационный центр СовЭлмаш Где команда Дмитрия Дуйнова будет проектировать электродвигатели Для разных клиентов и заказчиков И, конечно, чтобы такой проект реализовать, как я уже сказал, необходимы инвестиции И инвестиции в нашем случае привлекаются методом коллективных инвестиций От неограниченного количества малых и средних инвесторов Это значит, что вы можете принять участие в этом проекте И получить долю в том бизнесе, который создается на ваших глазах И когда мы сказали об этом, когда мы объявили о том, что финансирование начинается Мы сразу увидели очень большой интерес от огромного количества людей из самых разных стран Людей это заинтересовало И уже после первого месяца, когда финансирование началось Нам удалось собрать первую стартовую конференцию, на которой было 250 человек И это всего лишь через один месяц работы Благодаря этой поддержке нам удалось сразу сформировать инфраструктуру Которая позволяет эффективно привлекать инвестиции от неограниченного количества людей Такие как личный кабинет, прозрачная юридическая схема И удобные способы пополнения личного кабинета из любой точки мира И это сработало Вкупе с большой идеей, с интересным бизнесом Мы очень быстро стартовали наш проект и начали выполнять поставленные задачи Которые перед нами стояли И первая задача это создание лаборатории в Зеленограде На территории, где сейчас арендует площади компания SovelMash И это инновационная лаборатория Она уже сейчас позволяет компании SovelMash заниматься своей прямой деятельностью А именно проектировать, разрабатывать электродвигатели Упускать опытные партии таких электродвигателей Для того, чтобы сравнивать их с конкурентами И чтобы создавать более качественные аналоги Ну а также для того, чтобы демонстрировать результаты потенциальным клиентам и заказчикам И сейчас компания SovelMash делает это успешно И происходит это во многом именно благодаря наличию такой лаборатории Хочу отметить, что это не просто оборудование Какое бы инновационное оно ни было Я подчеркиваю, что эта лаборатория имеет государственную аттестацию Соответственно, те результаты, которые сейчас она демонстрирует Они официально признаются по всему миру Поэтому можем спокойно на них ссылаться и демонстрировать их всем желающим Но, конечно, главная задача в рамках нашего проекта По-прежнему было возведение основного предприятия Инновационный центр SovelMash И именно этой задачей занималась команда Дмитрия Дуйнова в предыдущие годы И прежде чем начать строительство Нужно было выбрать место, где такое предприятие будет располагаться И такое место было выбрано Это территория государственной особой экономической зоны Технополис Москва Это такая площадка, которая создана государством, чтобы помогать развиваться различным инновационным проектам Таким, как наш И чтобы нам разрешили строиться на территории такой государственной особой экономической зоны Нам необходимо было стать резидентами этой особой экономической зоны Поскольку конкурс был очень большой Это одна из самых передовых особых экономических зон страны Мы прошли серьезный отбор И только после поддержки со стороны правительства Москвы А также со стороны администрации самой площадки Технополис Москва Нам удалось стать резидентами этой особой экономической зоны С чем я вас в очередной раз хочу поздравить И, конечно, резидентство в такой особой экономической зоне Дает нашему проекту большое количество преимуществ Во-первых, землю для строительства нашего предприятия Мы получили совершенно бесплатно от государства И можем выкупить ее всего лишь за 1% от ее кадастровой стоимости После того, как здание будет полностью введено Построено и введено в эксплуатацию Также мы имеем большое количество налоговых льгот Ну а те деньги, что ты не отдал в виде налогов Причем совершенно легально Это твоя прибыль Поэтому на эту повышенную прибыль может рассчитывать не только компания СОВЛМА Что будет помогать ей развиваться Ну и, конечно, те люди, которые сегодня в проект инвестируют Большой плюс это и то, что мы можем пользоваться всей инфраструктурой Особой экономической зоны Это дороги, железнодорожные пути, линии электропередач Во все это нам не нужно вкладываться И можно даже назвать это такой поддержкой нашего проекта со стороны правительства И после того, как мы это сделали Мы начали активно готовить площадку к строительству И параллельно само здание нужно было Чтобы оно было одобрено со стороны различных государственных инстанций И мы прошли эти инстанции Наше предприятие было допущено к строительству Мы прошли государственную экспертизу в БУС, Роспотребнадзор Все они дали добро на строительство После чего мы получили разрешение от государства На строительство нашего предприятия Что было потом? Я думаю, многие из вас знают и помнят Мы практически сразу приступили к основным строительным работам И сначала кому-то была не видна эта работа Потому что здание не росло вверх Нужно было вырыть котлован Сделать фундамент Фундамент это важнейшая часть любого здания Но как только закончилась зима Мы приступили к установке металлоконструкций И хочу отметить, что металлоконструкция для нас изготавливала Европейский лидер по выпуску и установке металлоконструкций Компания Астрон И это в очередной раз подчеркивает Что мы работаем только с лучшими И мы сразу увидели, как здание начало расти вверх Мы поняли его объем и размах строительства Я напомню, что это 17 тысяч квадратных метров площадей Где будут располагаться складские, производственные и административные помещения Когда металлоконструкции были установлены Приступили к монтажу крыши Межэтажных перекрытий Лифтовые шахты, лестницы Ну и, конечно, затем строители перешли к установке стен И стены, окна Сейчас это уже полностью все, что я говорю Завершено, сделано И если сейчас смотреть на здание Уже со стороны не кажется, что это строительная площадка Кажется, что это рабочее предприятие Несмотря на то, что большая часть вот этих работ уже завершена Впереди нас еще ждут строительные работы Сейчас мы решаем очень важные задачи на строительной площадке И я хочу, чтобы более подробно об этом А также о других достижениях компании SovelMash Сегодня в своем репортаже для нас рассказал Александр Сударев Давайте его посмотрим и оценим Что же у нас получилось сделать Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, уважаемые инвесторы, партнеры, участники проекта Сегодня вы находитесь, смотрите, правильнее будет сказать Итоговую конференцию уходящего 2022 года И настало время репортажа из SovelMash Сейчас мы с вами находимся на территории по КТБ Где полным ходом идет строительство Если не изменяет память То мы сейчас находимся рядом с пунктом приема пищи На складской территории Работа ведется очень высокими темпами Продолжается монтаж металлоконструкций К которым уже закрепляются межкомнатные стеновые панели Работа выполняется очень высокими темпами И надо отметить, что еще вчера Тех панелей, которые находятся по правую руку от меня С монтированными мы не наблюдали Они лежали так же, как другие ждали своего звездного часа И естественно, все это говорит нам о том, что стадия готовности здания к принятию производственных мощностей К принятию сотрудников, которые будут работать с этими мощностями Она повышается И повышается не с каждым днем, а с каждым часом Работает достаточно большое количество бригад, монтажников Которые трудятся каждой над своей задачей Работа идет и с внешними инженерными сетями И с внутренними инженерными сетями И каркасы, о которых мы уже с вами говорили Сейчас продолжится работа с напольным покрытием Там осталась финальная, скажем так, часть Именно по первому этажу производственной части и складской И давайте же мы с вами поговорим о том Какие процессы происходят сейчас на арендуемых площадях Потому что там работа кипит тоже весьма бурными темпами Для этого нам с вами нужно будет переместиться Пойдемте Становится все больше и больше помещений Мы с вами видим въездную группу, одноэтажную пристройку Здесь уже количество стеновых панелей складированных уменьшается Они разбираются, дефектуются Определяется какая панель на какое место должна встать Ну и собственно осуществляется сам монтаж Давайте с вами пройдем дальше Я думаю, что наши операторы сейчас покажут Что за этими стенами установлены трансформаторы Четыре штуки, они уже заведены в здание Стоят на своих местах, которые непосредственно были созданы Под установку трансформаторов И не за горами тот момент, когда они будут подключены А это говорит о том, что здание получит электроснабжение По постоянной своей схеме подключения Это очень важно Давайте мы с вами переместимся Ближе к испытательной лаборатории Точнее место ее будущей дислокации И посмотрим, что же там происходит Проходим в очередные ворота И попадаем на территорию Производственного участка Где будут производиться двигатели Точнее будет осуществляться сборка Это сборочный цех Мы с вами сразу же видим Стену, которая Отделяет нашу испытательную лабораторию Безехтовую камеру Сейчас мы зайдем внутрь И самое важное Обратите внимание Вот эти палеты На которых упакованы оборудования Двигатели Многое-многое другое Даже Некоторые экспонаты С международного форума «Армия» И это говорит о том Что достаточно большая часть Оборудования и двигателей С территории временных площадей Уже перевезена на территорию по КТБ Давайте все-таки Следующую информацию Мы с вами внимательно Изучим, зайдя внутрь лаборатории Вот она, дверь В лабораторию Двери уже тоже подбираются В ближайшее время будут закуплены Ведется работа над созданием системы допуска Это магнитные карты Физические замки И все, что находится на территории здания Будет надежно защищено От посторонних, так скажем Вот, войдя в лабораторию Сразу мы начинаем слышать эхо Объемчик лаборатории Значительно больше, нежели чем тот Который развернут на территории арендуемых площадей Установлена кран-балка С ней еще предстоит поработать Будет установлено само оборудование Балка будет сварена Она сейчас состоит из двух частей И вот вроде бы Помещение уже готово Напольное покрытие Здесь будет выполнено В диэлектрическом исполнении Для повышения безопасности Для повышения точности измерительных приборов Но чего-то не хватает Не хватает здесь, наверное, немного жизни Не хватает оборудования Но здесь у меня для вас хорошая новость Как мы уже поняли По предыдущим фразам Идет полная демобилизация площадей Арендуемых А это значит, что до конца 2022 года В наши планы входит Перевозка испытательной лаборатории На ее законное место Непосредственно на территорию ПКТБ В эту самую комнату Здесь начальник испытательной лаборатории Сможет развернуться в полную силу И открываются новые возможности Это работа с более объемными двигателями Оборудование для этого Уже будет возможность разместить Это высокая точность проводимых измерений Она и так у нас точная Но есть некоторые сложности С которыми приходится работать Это электронные помехи и так далее Здесь же, возвращаясь к трансформаторам О котором мы тоже только что говорили Осуществлен глубокий ввод И это говорит о том Что никаких помех, наводок и прочего Здесь происходить не будет Далее за этой стеной Находится безэховая камера Там будут производиться испытания На вибрации, на шумы Все это будет, естественно, сертифицировано И полный спектр испытаний Которые необходимы по КТБ Совалмаш для дальнейшей работы И коммерциализации Будет реализован в полном объеме С чем всех нас и поздравляю Ну и, естественно, нужно понимать Что не только лаборатория сейчас Транспортируется сюда Другие мощности также подвергаются Демобилизации И важно отметить, что Станки, литейные Они за горами И опытный участок С лазерным оборудованием Тоже в ближайшее время Мы постараемся сюда перевезти Сейчас операторы вам продемонстрируют Что уже находится На территории по КТБ Вот после этого Мы посмотрим Кадры с территории Временных наших арендуемых площадей Как это выглядит В процессе переезда Ну и Дальше поговорим еще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому Переместились мы с вами В АБК Второй этаж Административно-бытового корпуса Продолжается работа С внутренними инженерными сетями Выполняется Разводка электрических сетей Уже в ближайшее время Пойдет монтаж Водоснабжения Тоже обратите внимание Везде устанавливаются розетки Уже даже вот в помещениях Провода протягиваются Функционные короба устанавливаются Здесь дальше будет устанавливаться Вентиляционное оборудование То есть работы достаточно много По третьему этажу Тоже происходит процесс монтажа Перегородок И Процесс очень серьезный происходит Если мы с вами переместимся на улице Я думаю наши операторы покажут То продолжается работа С земельными работами На территории площадки Демонтируются Оставшиеся Плиты временной дороги По левую сторону От здания И Перед главным входом Зачем по левую сторону Там сейчас Продолжается работа По созданию Коммутационного короба Где будет осуществляться Ввод холодной воды В здание Перед главным входом Плиты убираются Для того чтобы Начать земельные работы Для подключения Центральной канализации Также Внеплощадочные сети Внеплощадочные земельные работы Это Подключение К тепловому пункту Осуществляется Уже вы видели Много раз я думаю Траншея Которая была Укреплена Была выполнена Обратная Засыпка песком Выполнена подбетонка На тех участках Где это необходимо Установлены Корыта Лотки И уже сейчас Начат Монтаж Самих Труп Идет Обварка Собственно Швов Значит Соединение Подключение Компенсатора Для того чтобы При расширении И сужении Металла В зависимости от Температурного режима В ходе работы Системы Труп У нас Все работало В штатном режиме Уже Был Пробурен Коллектор Которому Будет осуществляться Подключение Ну и дальше Дело остается За малым Резать Варить Подключать Все датчики Которые Позволят нам Исключить Неполадки В системе И в случае Все таки Их возникновения Оперативно Их устранить Поэтому Вы знаете Глаза разбегаются Я могу очень долго Говорить о том Какие процессы Происходят Но давайте Мы все таки На этом Уже будем Заканчивать Единственное Что скажу Что на территории Арендуемых площадей Работа продолжается И с патентами Получаются Новые патенты Работа ведется С заказчиками Работа ведется С созданием Технологического Оборудования Это станки Для втягивания Пазовой изоляции Под УШМ Под Встраиваемый Привод Для ручного Электроинструмента Очень много Всего интересного Происходит На площадях Соволмаш Ну и Давайте Наконец Подойдем К главному Передадим Слово Дмитрию Александровичу Дуйнову Добрый день Участники Проекта Добрый день Инвесторы Добрый день Все Неравнодушные Все Кто Свердит За нашим Проектом Всем Добрый день Подходит К концу 2022 год С момента Начала Проекта Прошло Уже Пять лет Много Это Или Немало Наверное Судить Надо Не в годах А в делах То что Сделано Мы Мы С вами За Эти Годы Прошли Очень Большой Путь От Полного Неверия И К тому Что У меня За спиной Вы Видите Своими Глазами Что На площадке Соломаш Полным Кодом Идет Работа Сделано Очень Много Ни на словах Ни на деле Вот Все То что Мы С вами Видим Где Мы Сейчас Находимся Это Материализованные Деньги И Детство Это Наглядный Пример Того Что Может Сделать Воля Человека Подкрепленная Ресурсами Мы С вами Сделали Вместе С годом Завершается 17 Итап Осталось Три Итапа Чем Отличается Этот этап Самый Длинный Пожалуй Который Из тех Который Был От всех Предыдущих Тем Что он Стал Скажем Так Переломным По-моему Уже Практически Никто Не сомневается В том Что Объекту Быть Что Объект Вот он Есть Что Несмотря Ни на что Вопреки Всему И вся Он Реализуется Волей И усилием Многих Многих Тысяч Людей В этом Проекте Нет Мохнатой Руки Которые Понимают А капиталы Все Как Рассказывали Как Должно Быть Потому Что Так Как Должно Быть Не Получается А Получается Так Как Делаем Мы С вами Мы Открываем Путь Для Новых Проектов Потому Что Единочный Материал Это Оборудование Это далеко Не все Оборудование Которое Было уже Закуплено Много Еще Находится В местах Хранения Вот Те Материалы Которые Сейчас Видите К Концу Года На 1 Января Их Практически Не Останется Они Будут Смонтированы Они Будут Установлены Будет Сделан И Казалось Бы Сирийских Позади Но Нет Мы Не Имеем Машины Времени Мы Не Можем Заградуть В Будущее Но Мы Должны Предвидеть Как И Ранее Как Будет Развиваться Ситуация И Вот Участие Будучи Участниками Программы Резидентами Технополиса Москва Наблюдая Изнутри Как Реализуются Проекты Мы Видим Одну Очень Серьезную Ситуацию Когда Проекты Которые Здесь Реализуются Вовремени Заботились Приобретением Оборудования И Сейчас Ряд Проектов Уже Построив Здания Не Могут Запуститься В силу Отсутствия Технологического Оборудования Санкции Санкции Делают Своё Дело И Пренебрегать Ими Не Струют Дальше Они Будут Давить Перей Все Что Что Может быть Мы Должны Продвинут И Что Хочется Отметить Что Невзирая На то Что Объект еще до конца не достроен. Сегодня образец УШМ с нашей разработкой, с двигателем, строим двигатели для электроинструментов, сегодня уедет в Китай. Чем я вас и поздравляю. Сейчас в Китае идет работа по изготовлению оснастки для производства. Первую установочную партию. Китайский бизнес уже вовлекается. Оснастка, оборудование, литевые формы, все это делается за средства китайского инвестра. И вот то предприятие, которое создал Виктор Арестов совместно с китайским бизнесом, его самонахождение, его двигатели, которые он делал, его практика, его опыт, они позволили убедиться в китайском бизнесе в том, что это все реально. И он стал вовлекаться в наш проект. Сделано немыслимым то, что не верили, того, что не должно было быть, оно есть. И если мы посмотрим на это событие, то незначительно событие УШМ. Но дело в том, что подобных УШМов с подобным природом в мире не существует. Их нет. Нет УШМов, которые бы работали на высшей электротехнической стали при частотах 600 Гц. В мире такие показатели, которые достигнут. И вот сейчас важно выпустить первую установочную партию с помощью наших партнеров, провести ее сертификацию, но и совместными усилиями начать производить, еще до того, как это здание будет введено в эксплуатацию. Это здание мы бы с вами смогли запустить намного быстрее, но, как говорится, протягиваем ножки по одежке, по мере того, как поступают инвестиции. И на последних этапах, в последние месяцы мы видели негативные процессы, которые происходили. Это было связано с тем, что российские инвесторы выплатили уже свою рассрочку. Те, кто занимался в проекте, был вовлечен в проект, они уже больше не могли инвестировать. Поэтому Solar Group провела работу по Азии, по Юго-Восточной Азии, это Индия и прочее, прочее, все, Вьетнам. И эти страны откликнулись на проект. Но в связи с этим возникает следующая вещь, следующие риски. Люди, которые заходят в проект, они должны понимать и видеть перспективу и своего участия. Можно, конечно, в дало-текущем режиме продолжать работу, как она была до того, как мы не сменили генподрядчика, пока сюда не зашел ПЗМК. Но тогда вероятность запуска проекта в работу очень резко бы понизилась. Сейчас все, наверное, лицезрели, что происходило, какая динамика была достигнута за последний месяц. Что произошло с инженерными системами. Мы закрыли контур внешний. Мы закончили железобетонные работы основные по пандусу, по площадке для размещения инженерного оборудования. Сегодня, вернее, вчера залит прияма, вот эта достославная яма, которую нам в наследство оставили недовершённое. Всё завершили. Сейчас ведётся сварка теплотрассы. Ребята покажут. Всё это стало возможным, но для этого были использованы все резервы. Поэтому привлечение инвестиций дополнительных от частных инвесторов – это тот глоток воздуха, который необходим проекту. И он, этот процесс, делается в интересах всех участников проекта. Но, надо понимать, что и те, которые сейчас зайдут, мы интересы их тоже должны соблюдать. Поэтому было принято решение. Первое. Чтобы не попасть в те риски, в которые попали другие проекты, особенно на площадке, печатники. Видите, работа идёт, тут панели ставят, устанавливают. Площадка живая. Значит, нужен буфер. Поэтому было принято решение не рисковать и увеличить суммарную сумму всего проекта с 60 до 70 миллионов. Для того, чтобы предотвратить риски, не допустить их. Потому что простое могут быть вызваны всякими причинами. И мы это видели на других проектах. Да, мы запроектировали сдать по планам, утверждённым Технополисом, третий квартал 2023 года. И мы будем стремиться к этому. Но инвестиции нужны будут ещё и для того, чтобы мы вышли на максимальную производительность. Потому что, если мы сейчас, уже видно, да, что мы сейчас начнём заниматься производством, нужно будет обороты фонда. Поэтому это будет работать в интересах всех участников этого проекта. И срок увеличиваем ещё на 1-й год. Ни в коем случае это не повлияет на тех, кто зашёл на 1-й этап. Поверьте. Но попасть в ситуацию, когда вот всё готово и немножко не достаёт, это страшная ситуация будет. Потому что многие проекты из-за этого и пострадали. Те дополнительные деньги, которые даже если зайдут и останутся, скажем так, не в здании там, они войдут в оборотные фонды. Они не пропадут. Потому что все эти средства войдут в уставные фонды, уставные там, материальные, нематериальные активы. И они будут приватизированы. И на них будут выпущены акции. И самое главное, надо понимать, что основной доход мы будем с вами иметь от реализации готовой продукции, готовых проектов. Цена вопроса. Все видели, что, я думаю, видели, да, что сейчас у нас работают делегации. Приезжали из Китая Виктор Айресов, приезжал Даниэль, он ещё, кстати, не уехал. И вот по компании Даниэля он в год делает порядка продажи, порядка 1 миллиона штук УШМа нашего Тихо. Давайте представим на минутку, что мы с каждой УШМ, допустим, имеем 100 рублей. Это 100 миллионов. Много это или мало, да? Но это только с одной УШМ. А приводы эти идут на все остальные изделия. На то, что мы рассмотрели. Это позволяет утверждать о том, что мы при нормальной реализации этого привода и той программы, которую мы наметили, можем говорить о доходе в размере 3 миллиардов по году. 3-4 миллиардов по году. Много это или мало? Это правильно. И вот ставить на чашу весов, рисковать этим, я не стану, честно. И думаю, вы прекрасно понимаете, что это 100 рублей, допустим, а если 200 рублей, это уже вопрос своего бизнеса. Просто мы говорим о тех перспективах, которые есть. И сейчас уже идут предложения, что давайте не будем биться на рынке лбами. Те, с которыми мы пытались разговаривать нормальным языком, они не слышали. А сейчас говорят, давайте не будем сука с лбами, давайте под нашим брендом. Я говорю, нет, бренд будет совалмашен. Пора привыкать к русскому языку, к русским брендам. На определенных площадках он будет торговаться, конечно, под другими брендами, потому что не надо себе подрезать возможности. Поэтому будем максимально использовать. Но здесь будем утверждать, наш с вами бренд. И в завершение я могу сказать простую вещь, что никто в мире не рискнул создать то, что мы с вами создали. Я имею в виду даже в проекте вот ушем с асинхронным приводом, такого плана на такие частоты. Покажите мне хоть один. И вот нет. Есть один бельдистичный, сделанный с питанием от сети, но, извините, стоимость, это уже больше 60 тысяч рублей. А кому это надо? Так что, коллеги, я полагаю, что следующий год будет еще более результативным. Я повторю, что машины времени нет, но за все время пока мы никого не обманули. И то, что обещали, оно здесь. И даже сделали больше того, что было. И вот выставка армии, форум армии 2022 обеспечил достаточно большое количество контактов. И я не хочу хвастаться теми контактами, которые сейчас проходят, потому что это только контакты. Но одно могу сказать, что у меня недавно за один рабочий день 8 совещаний прошло, 8 встреч. Когда я не успевал с одной встречи попасть на другую, приходилось перемещаться. И все это за интересанты в проекте. С наступающим вас Новым годом, успехов, удачи. Берегите себя и своих близких. Вы работаете на их, на их будущее. До новых встреч. Я думаю, в этом году мы еще с вами встретимся. Я вас порадую новостями, не только я, но и Александр. Всего хорошего, добра вам. Давайте скажем большое спасибо Александру Сударю за такой замечательный репортаж. Дмитру Александровичу Дуйнову за его выступление. Я думаю, что теперь вы понимаете, почему мы меняем инвестиционный этап. Потому что действительно мы уже завершили те задачи, которые ставили перед собой на 17 этапе развития. 31 декабря, последний день, когда будут действовать инвестиционные условия с 17 этапа. И уже с 1 января 2023 года мы переходим на новый этап развития. На новый этап финансирования. Что это означает? Это означает, что инвестиционные условия изменятся. Инвестировать на 17 этапе заметно выгоднее, чем делать это на 18. И при этом на 18 этапе те инвесторы, которые присоединятся к проекту позже, они тоже будут иметь ряд преимуществ, потому что на 18 этапе не только инвестиционные условия хуже, но и рисков заметно меньше. Поэтому здесь каждый для себя может выбрать то, что подходит именно ему. Но при этом, если вы уже определились с инвестицией в проект, если вы думаете про это, тогда я рекомендую, конечно, подключаться к проекту именно сейчас на условиях 17 этапа финансирования, пока такая возможность еще действовать. Потому что таких выгодных условий для инвестиций больше в нашем проекте никогда не будет. Также хотел бы обратить внимание, что кроме смены инвестиционного этапа, мы подготовили еще для вас несколько приятных акций. Первое, которое я бы хотел отметить, это акция, так называемая, лотерея. Обратите внимание, что сейчас в личном кабинете, инвестируя 250 долларов, вы получаете один лотерейный купон. Если вы сделаете инвестицию на 500 долларов, уже два лотерейных купона и так далее. То есть чем больше сумма инвестиций, тем больше у вас лотерейных купонов. А значит, больший шанс победить нашей лотереи. Всего мы будем разыгрывать 25 тысяч долларов, а победитель получит 15 тысяч долларов на баланс своего личного кабинета в качестве инвестиций. Я думаю, что это будет отличный новогодний подарок. А для других инвесторов стимул пополнить баланс на большую сумму, чтобы выиграть другие поощрительные призы. Кстати говоря, их 10 мест у нас для победителей. Остальные со второго по десятое получают по 1 тысячи долларов. Более подробно посмотрите в личном кабинете. Там есть специальная кнопка, лотерея. Там можете прочитать подробнее. Помимо этого, хотел бы обратить внимание, что мы до конца 17 этапа запускаем интересные предложения и для наших действующих инвесторов. Тех инвесторов, которые, возможно, уже не инвестируют, может быть, даже уже и забыли про наш проект. И вот самое время выгодно увеличить то количество инвестиций, которое у них было. И именно для этого мы запускаем возможность увеличения закрытых, полностью оплаченных инвестиционных пакетов. То есть, допустим, вы платили рассрочку, вы платили тысячу долларов, и ваш пакет полностью оплачен. Сейчас же вы можете его увеличить, например, до 2 или до 5 тысяч долларов. При этом новый пакет, который вы получите, он будет на условиях того дисконта, по которому вы инвестировали раньше. Другими словами, у вас как будто есть возможность вернуться назад в прошлое и приобрести больше инвестиционных пакетов. Я думаю, что у вас есть для этого основания, потому что сегодня вы понимаете, что ваше решение инвестировать, оно было не случайно, и оно полностью себя оправдывает. Так что пользуйтесь этой возможностью. Время и этой возможности ограничено, как я уже сказал, также концом инвестиционного этапа. Заходите в личный кабинет и увеличивайте свои закрытые инвестиционные пакеты. Но мы с вами, друзья, пойдем дальше. Сейчас мы смотрели репортаж из самого сердца проекта от компании Sovelmash. Но, конечно, в мире есть различные люди, предприниматели, которые уже подхватили эту технологию, которые ее продвигают, и которые выстраивают на ней по-настоящему международный бизнес. Это инженеры и предприниматели, которые не только фанаты этой технологии, не только хорошо в ней разбираются, но и умеют на этом зарабатывать. И первого такого спикера, который я бы хотел представить, это Андрей Лобов, инженер и предприниматель из России. Давайте посмотрим о том, какие результаты получилось достигнуть у него, и как продвинулся его бизнес на технологии совмещенных обмоток «Славянка». Добрый день, друзья! Я очень рад вас сегодня видеть. Меня зовут Лобов Андрей. Я директор технической кооперации компании «Ресурс». Я занимаюсь тем, что устанавливаю моторы со «Славянкой» на всевозможную технику. По мировым меркам недавно, четыре года назад мы занимались тем, что в компании «Стин» изготавливали, делали дизайн для автомобилей «Тундра». И пришли к выводу, что нам необходим хороший мощный двигатель, который позволит переводить технику с бензиновой на электрическую. И вот для тюнинга было выбрано несколько моторов. К этому времени уже был запущен проект «Совылмаш». К этому времени уже инвесторы собрали достаточно количества средств. И в это же время, то есть через год после того, как был запущен проект «Совылмаш», был выпущен первый двигатель, да, 90С. И мы, конечно же, его закупили, решили попробовать, нам не терпелось. И вдруг мы столкнулись с тем, что этот мотор, ну, потрясающий. На тот момент он был для нас настолько... Он показал настолько потрясающий результат, что мы сразу поставили его на несколько видов техники. Может быть, помните наши сани, которые едут сами. Мы делали это для парка «Этномир». Для себя я видел, насколько этот двигатель прекрасен. То есть он за полгода эксплуатации ни капельки, нигде не перегревался, не ломался. То есть там, знаете, у сани сыпалась подвеска, вываливались пружины, потому что приходилось катать 10 и даже более человек. То есть это приблизительно 800 тысяч килограмм. Мотор вот такой вот маленький, весом 10 килограмм, мощностью там 3 киловатта. Со всем этим прекрасно справлялся. Ну и, конечно, после этого мы поставили этот мотор на квадроцикл. И следующий наш шаг это была мотособака. Саму мотособаку уже электрическую на бензине у нас запросила компания на Урале. Это заповедная зона, это озеро, на котором нельзя использовать бензиновую технику. Это строго отслеживается властями. Электрические двигатели, они разные, вы знаете. Сейчас очень популярные двигатели китайские. Это Белдиси моторы. Без сомнения, это очень хорошие моторы, которые используют в себе неодимовые магниты, дорогостоящий материал. И, конечно, эти двигатели имеют место жить. Но наши моторы, почему именно наши моторы? Потому что, испытывая наши моторы, я пришел к выводу, что они намного экономичнее Белдиси. То есть, вот тот проект, в котором мы поставили мотор ДА-90С на Тук-Тук, на Баджач Максима, мы установили солнечные панели. И при движении со скоростью 20 км в час, двух солнечных панелей мощностью 600 ватт было достаточно, чтобы не использовать аккумулятор. То есть, мы аккумулятор полностью отключили, и наш трицикл двигался на подмосковном солнце со скоростью 20 км в час. Если мы возьмем такую тему, как лодки, лодочные моторы, и сами лодки, солнечные лодки, такие программы запущены на сегодняшний день во многих странах мира. В одной из этих стран мы уже побывали. Когда я с нашей командой Solar Group приехал в Индонезию, а это было совсем недавно, месяц назад, то я удивился тому, насколько там развита лодочная тема. То есть, там тысячи островов, где лодки перемещаются между островами, перевозят людей. Там миллионы рыбаков, которые занимаются рыбным промыслом и уходят в море на время там одна-две недели. И понятно, что зарядиться где-то в море им будет невозможно. То есть, это не то, что там подъехал, истратил аккумулятор, подъехал к берегу, зарядился, поехал назад. Нет, это невозможно. Поэтому, конечно же, солнечная энергия. И солнечная энергия позволяет не только заряжать аккумулятор, а с нашими очень экономичными моторами. Она позволяет и передвигаться. То есть, достаточно поставить определенное количество солнечных панелей на лодку, скажем, 12 метров и правильно рассчитать ее мощность, пустить эту энергию на вращение ротора двигателя, и пользоваться этим абсолютно спокойно. Буквально час назад мы провели переговоры с Индонезией, то есть, были переговоры онлайн как раз на тему лодочных моторов. Буквально совсем недавно, то есть, это месяц назад, я встречался с инженерами, с бизнесменами индонезийскими, которые крайне заинтересованы не только в маломощных моторах, но и в очень мощных моторах. На сегодняшний день уже выпущен очень интересный мотор DA95S, у которого, SM, у которого он четырехполюсной, у него номинальное число оборотов четыре с половиной тысячи, что очень выгодно при использовании в лодочной теме, то есть, мотор показал себя настолько хорошо в двигателях, при замене двигателей 9,8 лошадиных сил на 5-киловаттный мотор 95СМ, мотор не только не уступает, он превосходит, то есть, люди, которые хорошо знакомы с бензиновой темой лодочных моторов, они смотря на испытания, участвуя в этих испытаниях, одни говорят, что он нисколько не уступает, другие говорят, что он даже превосходит. Я же могу вам только сказать одно, что в ближайшее время мы попытаемся со специалистами установить этот мотор на самую подходящую лодку, это лодка приблизительно 4-х метровой длины, весом позволяющая перевозить до 800 килограммов груза, мы со специалистами правильно настроим этот двигатель, там очень важны, представляете, что там важны миллиметры, я об этом совсем узнал недавно, то есть погружение двигателя мотора, то есть винта относительно лодки на испытания, на испытания очень важно даже миллиметры, то есть сама высота, как двигается вода, как она попадает на винт, вот все эти настройки и углы должен делать специалист, со своей стороны мы просто устанавливали двигатели на лодки, которые нам предоставляли сначала МЧС в Огнинске, потом полиция в Индии и просто катались, не обращая внимания ни на углы, ни на что, и даже в этом случае, когда настройки не были правильно произведены, лодка была взята просто так с берега, так, ну вот есть такая лодка, да, хорошо, берем эту лодку, ставим, и даже после этого, после этих испытаний, на мой взгляд, результаты были потрясающие, то есть три человека в огромной лодке, там она пятиметровая полицейская лодка, против течения Ганги, вы знаете, там Ганга спускается с Гималаев, с гор, и вот просто в эту долину вытекает на огромной скорости, так вот мы против течения на этой лодке с нашим мотором втроем перемещались с очень большой скоростью, 50-сильная лодка, которая шла за нами сзади, она просто нас не могла догнать, но она значительно тяжелее и больше. Я провел испытания, и наша команда вот провела испытания лодочных моторов в России, провела испытания лодочных моторов в Индии, в этой теме сейчас нет никого, то есть китайцы выпускают моторы, очень электрические моторы слабомощные, выпускают их огромное количество, но вот таких мощных моторов, которые испытали мы, на сегодняшний день я не встречал нигде, поэтому всем, кто сейчас смотрит инженеров, бизнесменов, всех, кто смотрит это видео, пожалуйста, обратите на это внимание. Ну что, я рассказал про лодочную тему в Индии, рассказал подробно про лодочную тему в Индонезии, потому что там мы уже что-то смогли показать, но, ребята, мы были еще во Вьетнаме, где, к моему большому удивлению, уже запущен проект «Солнечная лодка», где эта лодка уже существует, я видел ее фотографии, где на нее уже установлено большое количество солнечных панелей, заготовлено все оборудование, это инверторы, поставлена вся проводка, проведена, и на сегодняшний день они столкнулись с тем, что у них нет достойного мотора, то есть тот мотор, который они планировали поставить, он оказался очень слабеньким. Вот, сейчас мы как раз думаем на эту тему, и вполне возможно, что в скором времени мы предложим Вьетнаму такой мотор, как такой мотор, который для нас разработала уже компания «Совэумаш», то есть этих моторов было выпущено четыре штуки, это моторы сотого габарита, два из них мы уже испытали, устанавливая на вездеходы, вот, и я планирую такой же мотор попробовать установить на солнечную лодку, вот, вполне возможно этот проект мы скоро вам покажем. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что лодочная тема на сегодняшний день, лодочная тема с солнечными панелями, солнечные лодки очень востребованы в мире, и у нас на сегодняшний день уже есть законченный продукт, который мы можем предоставить на испытания, вот, и совсем недавно наша команда Solar Group была в Македонии, там есть такое озеро, которое по своим размерам, по своей частоте занимает второе место в Европе после Байкала, и вот на этом озере в Македонии также правительство заинтересовано в том, чтобы совсем скоро убрать оттуда бензиновый транспорт вообще, то есть бензиновые лодки они хотят убрать, совсем недавно, вот буквально неделю назад я прилетел из Индии с конференции под огромным впечатлением страна, которая мне напомнила Советский Союз, то есть темпы ее развития это темпы развития Советского Союза в самые его лучшие годы, я был на предприятиях, они очень чистые, они очень дисциплинированы, эти предприятия выпускают электрические моторы в огромных количествах, я был на предприятии, где изготавливаются всевозможные запчасти для автомобилей, Вольво и других мировых брендов, на сегодняшний день уровень загрязнения в Дели 300 единиц, я вам скажу, солнце днем не видно, то есть на него смотришь, как будто это через какое-то темное стекло, как будто это какое-то желтое пятно, оно похоже на Луну среди бела дня, то есть это невообразимо, когда мы двигались в сторону Гималаев, чтобы испытать наш лодочный мотор, то можете себе представить, мы 4 часа на север двигались по ветру в смоге, то есть это был дым, невозможно открыть окна и дышать, можно перемещаться только с конденционером, то есть гостиницы, дома, это сплошные закрытые окна и конденционеры, там нигде нет, ни форточек, ничего, там даже не предусмотрено в окнах створки, то есть это просто стекло и все, и вы можете жить и существовать на сегодняшний день в таких городах, как Дели, Бомбей, Мумбай, Пуна, это страшнейшее загрязнение, и меня это натолкнуло на то, что как здорово, что мы занимаемся моторами, совмещенными обмотками славянка, как здорово, что мы возможно сможем внести свой вклад в экологию таких стран, как Индия, таких стран, как Вьетнам, Индонезия, Африка, то есть это страны, которые сейчас нуждаются в экологических темах, они, может быть, кто-то из них даже сейчас не понимает, что происходит, но я своими глазами видел, как погибает эта земля, то есть там, ребята, там невозможно жить, и будет здорово, если тема наших моторов будет там подхвачена, и я видел к ней интерес, вот, допустим, мы переехали из Дели в город Гуруграм, это такая силиконовая долина, это город, где собирается огромное количество молодежи со всей страны, они едут туда, чтобы учиться, потому что с этого места открываются возможности попасть в самые ключевые мировые брендовые там технологичные какие-то предприятия, и вот мы собрали там за очень короткий промежуток времени, благодаря тому, что в России был разработан кит Баджадж Максима, за очень короткий промежуток времени мы установили точно такой же кит на уже индийской земле в городе Гуруграм мы приобрели тук-тук шестого поколения уже с электроникой, вытащили оттуда бензиновый дизель и поставили туда наш электрический кит, ребята, это просто великолепное зрелище, я ехал по по дороге на этом тук-туке, чтобы вы себе представляли, дороги там намного больше, чем в Москве это 30 полос 20 полос и вот на этой огромной дороге двигался наш тук-тук он абсолютно не уступает никакой технике он двигается в потоке то есть там средняя скорость от 40 до 65 километров в час вот это средняя скорость перемещения по городам и мы спокойно вписались на трассе в эту скорость со съемочной группой я передвигался не испытывая никакого дискомфорта то есть я могу сказать совершенно ответственно наши моторы востребованы будут востребованы совсем скоро очень много людей уже откликнулось очень много людей интересуется сейчас вопрос в организации в организации предприятия которое сможет изготавливать такие комплекты уже в Индии и представлять их бизнесу уже под брендом Made in India это очень важно вот там же в Гуру Грам наш партнер Бирди привез нам желтый пассажирский тук-тук из соседнего города чтобы вы понимали в каждом штате в каждом городе выпускается несколько фирм выпускают множество этих тук-туков эта тема для Индии была и будет и на сегодняшний день очень важная это это такси это перевозка грузов это перемещение это огромное количество тук-туков и вот установив на этого желтого пассажирский на этот желтый пассажирский тук-тук наш мотор ДА-90С то есть немножечко нам пришлось модернизировать кит который мы делали для Баджадж Максима но мы все-таки смогли с этой задачей справиться за два дня установить запустить и снять прекрасный ролик где видно как мы перемещаемся как я еду по Гуру Грамм также съемочная группа меня снимает что я хочу отметить то есть если в Максиме мы оставили коробку где можно переключать с первой по пятую скорость для перевозки очень тяжелых грузов то здесь этой надобности не было поэтому там был установлен редуктор спасибо Бирде за то что этот редуктор уже был установлен до нас и мотор к этому редуктору ДА-90С тоже установили уже до нас нам осталось только разместить остальные приборы DC-DC преобразователь зарядное устройство аккумулятор и сделать всю проводку то есть с этим мы справились очень быстро и вот проехав на одной скорости то есть там нет возможности переключения скоростей там вы двигаетесь только на одной скорости я понял что вот для такой техники нашего мотора не просто достаточно а даже с избытком достаточно наверное я сейчас расскажу про ту технику которую мы показывали то есть мы нами до до этих всех конференций до последних новостей компании Stin было разработано очень много техники на которые мы устанавливали моторы совмещенными обмотками это желтый мотоцикл Bajaj Pulsar который показал на испытаниях в Сочи просто великолепные результаты то есть здесь человек ездил на нем всю зиму перемещался по горам ездил на красную поляну ездил по городу в смешанном режиме то есть техника позволяет с мотором DA100S перемещаться на двух аккумуляторах мощностью 3,6 киловатта более двухсот километров ну и хотелось бы конечно рассказать вам еще об одном очень интересном проекте это проект картинг который сейчас немножечко остановлен по причине того что мы ездили во Вьетнам Индонезию в Индию то есть вот два картинга два кита у нас разработаны мы их уже испытали на картодромах Москвы на картодромах Сочи на картодромах Тулы и везде нам сказали да эта техника превосходит бензиновые аналоги и в скорости и в развесовке кит с мотором DA95S разгонял картинг до 82 километров в час я уверен что можно разогнаться еще больше друзья мы продолжаем активно искать партнеров во всех странах которые заинтересованы в технологии совмещенных обмоток которые хотят открыть у себя в странах предприятия по производству комплектов для установки на различную технику контакты на экране пожалуйста обращайтесь я буду очень рад сотрудничеству большое спасибо андрей но мы переходим к следующему спикеру тоже предпринимателю который продвигает технологию по всему миру и особенные успехи у него сейчас есть в китае вы можете посмотреть последние новости это виктор арестов который лично на днях буквально посетил строительную площадку совмаш общался с дмитрием александровичем дуйновым причем приехал в составе большой китайской делегации давайте посмотрим его выступление и узнаем что же у него получилось достигнуть и что нас ждет в будущем сегодня у нас с вами продолжается итоговая отчетная конференция solar group в которой принимаем участие с сюжетами страны совмаш вот у нас и один из основных партнеров компании совмаш Виктор Арестов партнер который развивает я бы сказал даже участвует в проекте полномасштабными действиями на территории Китая развернуто производство мелкосерийное это двигатели с применением технологии славянка это контроллеры это транспорт это автомобили это мотоциклы и много из этого можно уже приобрести Виктор здравствуйте здравствуйте я приветствую и рад что сегодня я провожу это приветствие не обычно не как с Китая а здесь в Сувальмаш многие наверное уже видели встречи где мы представляли или показывали для чего мы приехали рассказали о наших встречах о наших планах многие наверное уже видели эту часть но те кто не видел можно будет сказать но вот как раз вот это что я нахожусь здесь радует самого меня тоже и приветствую уже из наших стен а не из Китая вот хотя сегодня мы улетаем обратно с моим партнером китайским вот наверное было бы интересно участникам конференции узнать о последних ключевых событиях новостях может быть каких-то инсайдерских если это возможно но основные события это как раз и есть наш приезд для чего мы приехали сюда и этот приезд можно сказать это не просто китайская сторона приехала чтобы посмотреть Сувальмаш но именно то что даже я уже озвучивал в прошлый раз это трехсторонние встречи мы практически на всех встречах китайского партнера то есть это их клиенты и не только с Россией были встречи с другими клиентами вот и это были трехсторонние встречи где мы проводили возможность разговоры и договоры о возможном сотрудничестве и дальнейшем сотрудничестве трехстороннем сотрудничестве со сферы разработок это Сувальмаш дальнейшее производство в Китае и рынок сбыта как в России так и на постсоветском пространстве это основное понятно для о чем мы говорили это первую очередь это УШН которое сейчас запускается производство сейчас мы увозим первый прототип в Китай чтобы установить производство сделать установочную партию и отправить сюда в Сувальмаш для начала коммерциализации второе это на подготовке уже идет торцовочная пила вот ее мы сейчас еще не успеем увезти вот хотя хотелось бы но именно вот эти встречи проходили и очень напряженный график был потому что даже Евгений Дуенов тоже ездил с нами на эти встречи мы были в больших крупных фирмах кто реализует именно ручной инструмент или электроинструмент вот это основное основное направление которое сейчас поднимается вот по новостям в Китае конечно есть многие уже наверное видели слышали новый мотор ДА-95 мы производим сейчас уже готовится третий мотоцикл первый это был Liberty серийный выпуск сейчас уже на серийном выпуске Coffee Racer и готовится сейчас еще один мотоцикл который будем скоро демонстрировать вот это такие основные новости но как бы основное то что я сказал и для чего мы здесь это именно работа по нашему основному проекту по ручному инструменту и развитие не только производства но и мы смотрим на уже на коммерциализацию то есть вот эти все встречи больше всего были направлены именно на встречу с конечными клиентами или же с дилерами и торговыми партнерами речь идет именно о клиентах соуэльмаш потенциальных клиентов да то есть здесь как раз говорится не только работа соуэльмаш с Китаем а именно все партнеры китайские потому что завод большой и у него достаточно клиентов и то что завод заинтересован в том чтобы нашу технологию презентировать да чтобы показать чем-то выделиться потому что для них тоже это очень такой вопрос выхода на рынок чем больше технологий они показывают что они работают с технологическим центром с нашим конструкторским бюро вот и они привлекают своих клиентов но одновременно эти клиенты становятся нашими клиентами потому что я уже говорил что при встречах наших с этими компаниями возникал большой интерес именно к технологии и весь акцент весь все внимание уходило именно на нас на совельмаш и на технологии совмещенных обмоток на эти моторы потому что для всех просто удивление как можно применить асинхронный двигатель и тем более в ручном инструменте такого размера я думаю что нашим зрителям сегодняшним будет очень интересно услышать о планах возможно это ближайшая перспектива возможно мы можем сказать уже о далеко в предыдущих планах ну основное я уже в принципе озвучил планы это открытие производства 3D модели все уже переданы туда вот как раз при нашей встрече 7 числа мы здесь оговаривали некоторые изменения в дизайне пластика вот потому что наш коллега наш партнер китай китайской стороны увидел некоторые изменения которые нужно внести вот и эти изменения будут сделаны это как раз и есть планы открытия производства сейчас будут сделаны запущены запущена оснастка вот частично уже эта оснастка заказана это на ротора и статора потому что они не меняются с пластиком немножко была задержка потому что дорабатывался и контроллер сам дизайн его вот и менялись вносились изменения это основное следующий план это первое то что Ушенку мы должны запустить планировалось до конца этого года конец этого года подошел так незаметно уже практически к концу вот поэтому до китайского нового года мы планируем запустить УШМ уже в производство и прислать сюда установочную партию затем будет торцовочная пила которая тоже готовится уже проводятся эксперименты проводятся доработки ближайшее будущее ближайшее будущее да и именно это планы эти связаны именно с Совальмаш то есть то что более интересно вам понятно что многие интересуются новостями моей компании но эти новости я считаю намного выше и для меня они стоят в большем приоритете потому что с моими мотоциклами я сюда не приезжал но между прочим наверное здесь для многих должно более ясным стать понятно что Виктор все же действительно основной участник проекта и он работает в первую очередь как раз таки на развитие Совальмаш да это как раз и есть почему я привлекаю именно сюда почему тоже встречи проходили в Совальмаш с теми партнерами которые приходили на встречу с китайским партнером да то есть это вот замкнутый треугольник разработчик производитель и конечный тот кто реализует продукцию да потому что то что часть мы сможем реализовывать в Совальмаш но нам нужно подключаться к сетям которые уже существуют и продают тот же инструмент вот и это есть выходы уже на рынок то есть не потом догонять рынок мы перед тем уже когда выпускать начнем у нас должны быть уже клиенты которые ждут этот товар ну как очень часто Дмитрий Александрович говорит в своих выступлениях Совалмаш занимается не импортозамещением а развития технологий опережающего развития все правильно ваша работа здесь она как по мне просто неоценима потому что информированность потенциальных клиентов заказчиков конечной продукции она поражает благодаря вам спасибо спасибо вот и Виктор я думаю что многим из наших зрителей участников конференции инвесторов партнеров очень интересно могут ли они напрямую связываться с вами для приобретения техники автомобилей мотоциклов кит комплектов двигателей с контроллерами может быть отдельно двигателей вот как обстоят дела с этим в принципе эти контакты постоянно устанавливаются потому что люди связываются со мной и мы продаем в действительности моторы комплекты иногда просят чтобы были готовые киты то есть это вместе с проводкой уже контроллеры были подготовлены для определенных целей то есть для мотоцикла то для мотоцикла или же для лодки или же для тук-тука и мы собираем эти комплекты и отправляем к конечному заказчику то есть это частные предприниматели кто желает сам продвигать или развить это направление у себя в стране у себя в городах вот поэтому многие уже делают свои мотоциклы кто-то делает лодки знакомы с компанией стин которая выпускает или предлагала много различной техники то есть это также работа только не с компанией а с частными лицами она производится контакты мои вы можете видеть здесь они будут представлены связывайтесь со мной связывайтесь с моей компанией и мы сможем решить все вопросы и продвинуть не только эти моторы но и ваш бизнес чтобы вы могли развиваться и участвовать именно уже в реализации и настраивать этот бизнес для самого себя спасибо я надеюсь информация была максимально исчерпывающей но я напоминаю что у нас с вами сегодня еще очень насыщенный график вас ждет не одна встреча поэтому спасибо за внимание всего хорошего и надеюсь мы в этом году сделали много работы вот и следующий год будет еще более продуктивным до новых встреч всего хорошего вам и спасибо большое за доверие которое вы даете в развитии этой технологии в Собольмаш всем удачи до новых встреч большое спасибо Виктору за выступление я в очередной раз хочу сказать что я уверен что новости вас порадовали и продемонстрировали то как технология продвигается идет шаг за шагом к намеченным целям но я бы хотел пойти дальше и прямо сейчас я бы хотел поговорить про финансирование проекта про его результаты и про компанию Solar Group я думаю что вы помните Solar Group это финансовая компания и это финансовая компания нового поколения поскольку мы работаем на рынке коллективных инвестиций Solar Group соединяет частных инвесторов которым интересно инвестировать в инновационные бизнес-проекты и сами бизнес-проекты которым требуется такое финансирование Solar Group делает инвестиции доступными благодаря IT-инфраструктуре благодаря платежным системам которые позволяют удобно пополнять баланс благодаря прозрачной и понятной юридической схеме поддержки клиентов на многих языках мира мы даем доступ к инвестициям тем у кого раньше такого доступа не было и мы считаем что один из главных критериев успеха Solar Group это не только то что мы даем людям возможность зарабатывать но и то что мы даем людям возможность поддержать инновационные технологии которые делают нашу жизнь лучше и отвечая на вопрос как вообще оценить эффективна ли эта схема правильно ли это выбранная бизнес-модель вообще интересно ли кому-то в такие бизнес-проекты инвестировать конечно лучше всего на это могут ответить цифры и прямо сейчас я предлагаю об этих цифрах и поговорить на сегодняшний момент проект двигателя до иного привлечено уже более 52 миллионов долларов это те деньги которые физически поступили от людей и они поступили от тысяч инвесторов из самых разных стран из самых разных континентов это те люди которые проголосовали за этот проект своими деньгами всего же на данный момент в проекте участвует более 400 тысяч человек это те люди которые зарегистрированы в нашем личном кабинете и я уверен что из наблюдателей да из спроса заинтересованных людей они будут все активнее и активнее переходить в инвесторы что мы наблюдаем постоянно конечно у нас еще есть очень важная группа людей это активные люди это именно те люди которые делают во многом тот результат который у нас сегодня есть это наши партнеры на данный момент у нас 15 тысяч активных партнеров это именно те партнеры которые с нами зарабатывают не просто те кто подписали партнерское соглашение или просто сказали я хочу быть партнером нет это именно те люди которые получают реферальное вознаграждение и ежедневно активно продвигают наш проект также наши инвесторы приобрели более 70 тысяч инвестиционных пакетов и ими было оформлено 24 миллиарда 800 миллионов инвестиционных долей это большое количество эта цифра я помню многих интересовалась сейчас мы открыто ее объявляем и вы можете даже видеть какую-то динамику когда из раза в раз мы называем и цифру и по долям и другие важные цифры которые вам интересно узнать над этим результатом трудится большая команда большая команда Solar Group которая работает как слаженный механизм зачастую эти люди работают и выходные и в праздники и в нерабочее время потому что это действительно люди которые заинтересованы в результате я думаю что эти цифры они подтверждают мои слова сегодня Solar Group состоит из таких отделов как маркетинг и контент коммерческий отдел IT отдел отдел клетского сервиса юридические финансовые отделы все это позволяет нам проводить огромную активность огромную работу в самых разных странах вот чтобы подтвердить свои слова я собрал некоторую интересную статистику за 2022 год например в 2022 году компания Solar Group провела на минуточку 993 вебинара и прямых трансляций включая эту я даже сам удивился такой цифры и они проводились в 24 странах на 15 языках мира но встречаемся мы с вами не только онлайн мы часто видимся на различных встречах на конференциях и за 2022 год нами и нашими партнерами были проведены 275 живых оффлайн встреч которые посещали и несколько десятков человек и сотни человек и я сейчас говорю только про оффлайн встречи так называемые я еще не беру в расчет конференции а вот таких больших конференций например как проходило в Москве или там во Вьетнаме и Индии в последнее время таких конференций за год мы провели 11 11 конференций также сейчас инвесторы активно проходят верификацию для того чтобы подтвердить свои данные да и верификация это такое подтверждение вот этих живых людей которые не просто зарегистрировались а которые еще и проявляют какую-то активность верифицируются для того чтобы в будущем получить акции компании и за 2022 год только вот по состоянию на середину декабря мы провели уже 45 тысяч верификаций только в 2022 году и за эту большую работу я только небольшую часть этой работы сейчас подсветил чтобы показать вам на цифрах насколько много было за один год только сделано я бы хотел сказать спасибо всей команде Solar Group за то что вы всегда идете навстречу и всегда делаете даже если сроки поджимают даже если огромное количество задач наваливается никогда мне кажется это ноут сотрудника я не слышу что там у меня выходной я не могу все говорят ну хорошо если надо значит надо это конечно большой показатель и вот вы видели что например последнюю вторую половину года 2022 у нас вообще была очень такая высокая активность если говорить про наши оффлайн поездки и чтобы вот одну такую такую только конференцию там в Москве подготовить работают десятки людей и потом люди приходят и говорят классная конференция все понравилось и другие люди сидят вытирают пот и говорят как хорошо что мы в последний момент все успели ну действительно бывает и такое и например вот последние полгода мы провели большие конференции в Москве и она была отличительна тем что мы пригласили людей в самое сердце проекта мы показали строительную площадку и каждый человек мог увидеть то во что он инвестирует помимо этого многие руководители Solar Group ездили в различные крупные на различные крупные мероприятия конференции которые мы проводили во Вьетнаме в Индонезии в Болгарии в Македонии в Индии вот на этих конференциях был я Павел Филиппов Павел Шацкий Андрей Лобов Сергей Семенов и другие люди которых вы знаете и которые всегда которые всегда рады слушать и которые всегда дают очень ценную информацию и эти конференции посетили сотни людей мы уже чувствуем эффект от этих конференций и я очень рад что во всех странах нам удалось собрать большие залы что говорит о том что интерес к проекту не только не снижается но он и растет год за годом были те люди которых мы видели раньше но было и много новых лиц чему я конечно очень рад что такое большое комьюнити большое сообщество у нас по всему миру существует помимо публичных мероприятий мы проводили большое количество частных мероприятий различных встреч и с различными бизнес ангелами которые могут инвестировать большие суммы и рабочие встречи с нашими партнерами где мы обсуждали то как мы будем развивать регион какие может быть ошибки нужно исправить что нужно внедрить для того чтобы работа шла еще эффективнее были в нашем новом офисе Solar Group в Вьетнаме и наши вьетнамские коллеги пообещали открыть еще большое количество офисов в Вьетнаме это десятки офисов обсуждали тоже вопрос открытия офисов и других странах то есть вот Solar Group более твердо и более фундаментально сейчас начинает работать в самых разных странах для того чтобы делать результаты еще лучше и особенно я рад что мы встречались не только с партнерами с инвесторами но и с большим количеством людей которые были заинтересованы именно в самой технологии они нас спрашивали как купить электродвигатели как значит можно стать каким-то дилером на территории может быть о строительстве каких-то предприятий то есть мы увидели большое количество людей и компаний заинтересованных в технологии славянка заинтересованных в каждых странах и вот Андрей Лобов сегодня подробнее об этом рассказывал повторяться не будем но это подтверждает интерес людей не только в инвестировании не только в участии в этом бизнесе но и именно в том чтобы сделать совместный бизнес на технологии славянка это я тоже хотел бы отметить и кто-то из вас может спросить а зачем вообще мы все это делаем да зачем мы вот выстраиваем такую инфраструктуру какие-то офисы открываются там команды собираются и так далее ведь проект находится на финальной стадии и получать что через там полгода год мы просто разойдемся конечно друзья нет действительно нам сейчас это нужно для того чтобы активнее финансировать проект для того чтобы финансировать его в достаточном количестве для этого мы проводим все эти активности более того хочу сказать что все эти активности они окупаются вот недавно поступил вопрос вы проводите конференции вообще какой ну скажем так результат и я думаю что в конце года мы сделаем какой-то более развернутый пост на эту тему покажем может быть какие-то цифры чтобы у вас было понимание но вот сами подумайте вот проходит какая-то небольшая даже встреча, это может стоить не очень дорого, допустим, аренда зала, транспортные расходы и так далее, аренда оборудования, допустим, тысячу долларов. Пришло несколько десятков человек. И даже один человек, который проинвестирует 3-5 тысяч долларов, один из этой группы, он уже в разы окупает те вложения, которые были. И мы это видим, мы все это считаем, поэтому мы видим целесообразность проведения этих мероприятий и видим, что они дают результат, и очень положительный. Есть еще результат, который нельзя измерить, потому что, например, мы общались с большим количеством партнеров в разных странах, которые до этого с Solar Group работали, но не очень активно. А после нашего приезда, увидев конференцию, увидев нас, они сказали, все, теперь мы с вами до конца. И я думаю, что это в среднесрочной перспективе тоже принесет такие серьезные плоды. Но помимо того, что это сейчас нам необходимо, чтобы завершить финансирование, мы создаем эту инфраструктуру для будущего, потому что, да, проект двигателей Дуинова находится на финальной стадии, но потом будут новые проекты. И Solar Group будет финансировать новые инвестиционные проекты, и я надеюсь, что эти проекты будут связаны с технологией «Славянка», потому что мне она очень нравится, я считаю этот проект очень перспективным. Если будет возможность как-то расширять этот бизнес, и для этого будут необходимы частные инвесторы, я бы сам с радостью в этом поучаствовал, как инвестор и как партнер, и не только. Но, конечно, Solar Group ищет и другие перспективные технологии, другие проекты. И как только закончится финансирование этого проекта, у инвесторов в Solar Group и партнеров в Solar Group будет возможность принять участие сразу и в новых проектах. Поэтому, если вы следите за нами, делайте это внимательно, потому что тогда, когда мы объявим об условиях нового проекта, у вас будет возможность зайти на самых лучших условиях как инвестору и как партнеру. И именно поэтому мы выстраиваем эту инфраструктуру, чтобы она позволяла нам работать долгие-долгие годы. И, конечно, для того, чтобы инвесторы и партнеры участвовали в наших будущих проектах, они должны заработать на текущем проекте двигателя «Дуйнова». И сейчас в нашем проекте есть большое количество возможностей для того, чтобы заработать. Во-первых, это партнерская программа, где можно заработать здесь и сейчас, продвигая наш проект. Также это возможность в будущем продать акции компании «Совылмаш», которые вы получаете, продать часть бизнеса. Ну и, конечно же, получение дивидендов от прибыли, которые будет распределять компания «Совылмаш» на инвесторов в том числе. Но есть люди, которые не готовы ждать там несколько лет до получения дивидендов. Они хотят заработать быстрее здесь и сейчас. И поэтому мы говорили, что для таких инвесторов у нас будет открыта возможность участия во внутренней бирже. И это очень популярный вопрос. Люди спрашивают, как будет выглядеть внутренняя биржа, когда она будет запущена. И мы уже демонстрировали на самом деле этот функционал внутренней биржи на наших конференциях, но это было в более закрытом режиме. Сейчас я бы хотел вам показать то, как будет выглядеть внутренняя биржа. И сейчас вы на своих экранах видите ее функционал. Вы можете обратить внимание, что она будет встроена в наш личный кабинет. И эта внутренняя биржа позволит вам, действующим инвесторам, у которых есть инвестиционные доли, продать свои инвестиционные доли дороже, чем вы приобретаете их сейчас. Вы видите, что все достаточно просто. Процесс похож на то, что у нас есть сейчас. Вместо раздела инвестиций есть раздел биржа. И это говорит о том, что новые люди, которые будут приходить и которые будут покупать у вас, у действующих инвесторов эти доли, они также смогут легко разобраться. И значит, этого барьера не будет, потому что многие опугаются, что такое внутренняя биржа, это как-то сложно. В нашем случае мы постарались сделать все максимально просто. И я уверен, что в этой внутренней бирже будут участвовать не только частные инвесторы. Мы считаем, что на этой бирже будет принимать участие уже крупный капитал. Те люди, профессиональные, институциональные инвесторы, которые не готовы заходить в проект на текущей стадии, когда риски еще достаточно высоки. Но когда проект уже состоялся, когда предприятие запущено, и когда оно начало получать первую прибыль, конечно же, это совершенно иная стадия бизнеса. И на такой стадии крупный капитал будет готов заходить в проект, готов получать часть этого предприятия. И именно вы, те, у кого будут эти доли, сможете продать эти доли всем желающим. Поэтому мы верим в успех внутренней биржи, и мы обязательно опубликуем это видео отдельно, чтобы каждый из вас смог внимательно ознакомиться со всем функционалом внутренней биржи и, можно сказать так, подготовился бы к ее старту. Ну а старт внутренней биржи будет сразу после завершения финансирования проекта. Конечно, все эти результаты, они не были бы возможны без тех самых партнеров, тех активных людей, которые в самых разных странах дотягиваются туда, куда мы бы дотянуться сами бы не смогли, классической рекламой, допустим, не понимая специфики и ментальности рынка. И это дает свой результат. И мы продолжаем улучшать работу партнеров, внедрять различные нововведения, чтобы работа с нами была еще выгоднее, еще результативнее, интереснее, проще. И сейчас я бы хотел передать слово Алисе Кузнецовой, руководителю партнерской сети, которая расскажет, что было сделано для партнеров в 2022 году и что мы планируем сделать в 2023 году для вас, для партнеров. Дорогие коллеги, дорогие партнеры, здравствуйте. Очень рада вас всех сегодня здесь видеть. И мне в моем коротком выступлении хотелось бы вам рассказать о том, какие задачи, инструменты и проекты мы создали и внедрили в этом году именно для наших партнеров, для партнерской сети, для всего партнерского сообщества, чтобы каждый партнер мог работать легче, проще, эффективнее, ну и, конечно же, срабатывать больше денег. Ну, а также поделиться планами на следующий год. В этом году было много разных задач, разного масштаба и разной сложности, но при этом каждая из них, на мой взгляд, востребована, актуальна и важна. Я сейчас вкратце напомню вам о том, что же это все-таки были за проекты и за задачи. В этом году мы создали и внедрили базу знаний. Это некая энциклопедия, которая вместила в себя всю информацию по четырем блокам о проекте, о компании, о партнерском бизнесе и разные самые популярные ответы на самые популярные вопросы. Таким образом, это некий справочник, куда может обратиться как новичок, так и опытный партнер и актуализировать информацию или получить сразу вводную информацию в простой, понятной, доступной форме и начать ее использовать в своей работе. Также нами была создана и внедрена методология. Это обучающий курс для наших партнеров, который показывает весь рабочий процесс с момента старта и до момента масштабирования уже большой команды. Методология создана на практическом опыте наших партнеров и на общемировом опыте. Она содержит различные лайфхаки, разбор кейсов, сценарии разговоров и так далее, начиная от того, как сделать новую продажу, повторную продажу, как работать с рассрочкой, просрочкой и все-все-все-все-все-все важные моменты, которые в работе каждого партнера ежедневно присутствуют. Помимо этого мы пошли дальше и решили сделать серию видеороликов, которые называются «Уроки от экспертов», где уже в формате видео мы буквально в 3-5 минутах разбираем тему с нашими экспертами, которая тоже актуальна и востребована в работе каждого из вас. Это все реализовано в личном кабинете и доступно для вашего использования. Также в этом году мы обновили маркетинг-план, добавив туда шестую ступень «Президент». И в этом году у нас уже есть целых новых 8 президентов. Поэтому я желаю всем, кто хочет добиться такого же топового уровня и начать зарабатывать максимально много денег вместе с нами, с компанией Solar Group в рамках партнерской программы, достичь этого в самое ближайшее время. Обновление маркетинг-плана также потребовало от нас обновить презентационные материалы. Мы их обновили не только в форматах PDF, но мы также создали 3 видеоролика о партнерском бизнесе и 2 ролика о проекте в аналоговом виде и в графическом. Это, мне кажется, сильно упрощает работу, потому что можно просто отправить ролик, человек его посмотрит, у него уже будут ответы на вопросы, либо появятся какие-то более конкретные и актуальные вопросы, которые позволят вам продолжать с ним диалог, чтобы он из потенциального клиента стал настоящим участником проекта. Также мы уделили отдельное внимание новостной повестке, направленной именно к партнерскому сообществу, постарались сделать ее разнообразнее, интереснее, более вовлекающей и затрагивающей разные темы. В этом году мы написали 56 партнерских историй, которые войдут в книгу успеха и которые являются таким инструментом, как сторитейлинг, который позволяет эмоционально влиять на клиентов и позволяет каждому из вас присвоить свои достижения и поделиться ими со всеми партнерами, чтобы каждый мог найти в истории и совет, и энергию, и силы, и вдохновение. Поэтому это очень большая кропотливая работа, направленная прямо на все партнерское сообщество, которое возможно именно благодаря участию вас, наших партнеров. В этом году мы также обновили инструмент «Подарок другу». По обратной связи, опять же, поступающей от вас, мы усилили этот инструмент, заменив в качестве бонуса инвестиционные подарочные доли на живые фактические деньги. Теперь каждый партнер, отправляя приглашение, реферальную ссылку с подарком, может получить деньги и воспользоваться ими, ровно так же, как и человек, которому был отправлен этот подарок. И это показывает очень хорошие результаты в плане активности людей. В этом году стояла задача сделать систему промоушенов. Было три промоушена. Все три были направлены на разные цели. Акула бизнеса промоушен был направлен на увеличение среднего чека продаж, один пакет, один процент промоушен, который был направлен на увеличение общего количества продаж. Ну и, конечно же, всеми любимая гонка партнеров промоушен, которая мотивирует расти по карьерной лестнице, что требует фокуса внимания по разным рабочим процессам у партнеров. Также, помимо этого, мы открыли новые офисы. У нас появились офисы в Казахстане, появился второй офис во Вьетнаме и в Бенине. Что хочется сказать про планы на следующий год? Конечно же, в планах на следующий год продолжать всю эту начатую работу, потому что она, конечно же, не останавливается, она идет дальше, она расширяется. И мы предлагаем максимум усилий, чтобы каждому из вас оказывать помощь в поддержке, в развитии и в укреплении партнерской сети. Помимо этого, в следующем году мы планируем добавить еще обучение, не только онлайн, но и оффлайн тренинги. Помимо этого, мы планируем открывать новые офисы в следующем году. Мы уже начали и будем дальше масштабировать работу по созданию лидерских советов. То есть это группы топ-лидеров в каждом регионе или в стране, которые помогают компании в планировании стратегического развития бизнеса, которые помогают компании в улучшении работы именно в регионе. И у нас запланирована очень большая активная работа именно по коммуникации с этими лидерскими советами. Ну и в следующем году мы обновим партнерский раздел. Я его видела в демо-версии, он очень красивый и очень понятный, интуитивно. И я уверена, что каждому из вас он понравится, потому что в нем очень просто лаконично работать, и все находится под рукой. Это все основные, наверное, такие моменты, которые можно в общем собрать и озвучить, поэтому планов много. Очень хочется, чтобы она становилась больше, чтобы каждый из вас становился богаче, потому что это наше общее дело. И, конечно же, когда дела идут хорошо у партнеров, то дела идут хорошо у компании. Когда дела идут хорошо у компании, то компания может сделать еще намного больше для того, чтобы каждому партнеру было еще лучше. Вот. Поэтому, наверное, я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам сил продолжать и ни в коем случае не сомневаться в себе, а наоборот, потому что компания прилагает максимум усилий для того, чтобы все происходило быстро, эффективно и успешно. Большое спасибо, Алиса. И я бы хотел поблагодарить всех тех активных партнеров из самых разных стран, которые работают вместе с нами, которые продвигают проект двигателей Дуйнова. Большое вам спасибо за работу. И помните, что без вас таких результатов, конечно же, бы наш проект не достиг. И вы этим действительно можете гордиться. Я уверен, что наше сотрудничество, которое выгодно и вам, и нам, оно продлится не один год, не два, не три, а это сотрудничество на всю жизнь. Поэтому помните, что вы будете с нами работать долгие-долгие годы, и я уверен, что это будет взаимовыгодно. Также хотелось бы вам напомнить про одну активность, которую может сделать любой из вас, и тем самым приблизить к завершению финансирования проекта. Конечно, я говорю про то, что вы можете поставить лайк этой трансляции, сделать репост, выслать ссылку на эту трансляцию своим друзьям, в чаты какие-то, в которых вы состоите, ну а также разместить это в социальных сетях. Все это поможет привлечь аудиторию к нашей трансляции. Я думаю, что вы все этого желаете, чтобы про проект двигателя Дуйнова узнало как можно больше людей, и всего лишь одним таким простым действием, особенно если это сделают сейчас каждый из вас, вы можете вложить свой вклад в ускорение финансирования. Продолжая дальше, хотелось бы отметить, что важнейшая часть компании Solar Group – это, конечно же, наша IT-платформа, которая позволяет привлекать инвестиции от неограниченного круга лиц. Это та платформа, с которой вы работаете, кто-то ежедневно, кто-то периодически туда заходит, наш личный кабинет. И сейчас этот личный кабинет действительно тот кабинет, которым можно гордиться. Это личный кабинет, который написан на самых передовых языках программирования. И я бы хотел, чтобы более подробно о нашей IT-платформе рассказал наш IT-директор Виталий Аверьянов. Давайте его послушаем. Друзья, всем привет! В завершении текущего года мы все, конечно, подводим итоги, что мы смогли сделать, и, что самое главное, что мы сможем сделать в новом году. Итак, в этом году мы действительно со своей IT-командой сделали действительно многое. Мы начали этот год с того, что мы полностью перезагрузили нашу внутреннюю систему, наш сайт, наш личный кабинет. Но теперь у нас под капотом, в этом нашем движке, который помогает нам работать и взаимодействовать с компанией, это целое мобильное, быстрое, безопасное, полнофункциональное, максимально современное приложение. Это движок-приложение, который сейчас используют такие компании, как Google, Amazon. В обычном классическом сайте, когда мы гуляем по сайту, то система грузит большое количество страничек, и пользователь просто гуляет по этим страничкам. Между страничками есть определенные моменты, с ними связаны определенные моменты по безопасности. Так вот, у нас теперь нет этих страничек. У нас есть одно приложение, один интерфейс, и вы могли это заметить. Вы входите один раз, дальше нажимая по кнопкам, все мгновенно происходит. И эта максимальная скорость может достигаться только благодаря таким технологиям, которые сейчас мы используем. И на сегодняшний день нет более современных технологий в плане разработки таких мобильных кабинетов. Это самое современное и эффективное и максимально быстрое решение теперь нам доступно. И оно также позволило нам расширять функционал того, что мы можем сделать в будущем. И то, о чем я сейчас кратко расскажу. То есть, максимально мы смогли за год обкатать, запустить абсолютно новый тип сайта, который теперь является сайтом-приложением. Сайтом-приложением. И мы это начали делать буквально 3 января, пока все, ну, большинство, кто-то уже закончил отдыхать, кто-то отдыхал. Мы практически начали очень мощно и активно этот год. В этом году начали так активно этот год. Также в этом году мы запустили тестовую версию, так скажем, версию 0 нашего мобильного приложения. И оно уже успело понравиться сторам. Apple и Google оценили его достаточно эффективно, поместив нас в категорию СМИ. Таких СМИ, как CNBC, New York Times. То есть, мы примерно в этих категориях находимся. И это была часть нашей стратегии, по которой мы действовали. Также за этот год, который на самом деле был довольно короткий год по набору активностей, мы очень много работали с комиссиями, с возможностями оплат, с различными интеграциями возможностей оплат через криптосервисы, через криптовалюту. Очень много работали с различными системами и сервисами, позволяющими нашему сайту производить операции оплаты через вот эти вот криптовозможности. И там мы нашли очень много узких мест, над которыми мы в этом году активно работали. И буквально в этом месяце мы завершаем работу над продуктом, который в начале следующего года, который вот-вот уже начнется, над этим новым продуктом, который мы запустим. Поэтому за предыдущий год мы сделали очень много. Мы перезапустили личный кабинет, мы запустили мобильное приложение, и мы разработали свою систему, свой криптошлюз, который позволит в первую очередь нам, как инвесторам, оплачивать свои товары и услуги с помощью криптовалюты с минимальной комиссией, которую сейчас у нас берут провайдеры 2-го, 3-го уровня, этих провайдеров теперь не будет. Мы для себя будем выставлять такую комиссию, которая берет сама сеть, от которой мы просто не можем избавиться, потому что если мы через криптовалюты проводим операции, мы в любом случае платим комиссию сети, но к ней накладывается еще комиссия вот этих процессингов. И мы хотим запустить свой процессинг, чтобы избавить нас, всех инвесторов, от этой процессинговой комиссии, потому что сейчас она мало того, что она существует, она еще и бесконтрольная. И вот этот год за год теми же ресурсами, теми же командами мы смогли создать свой криптовалютный шлюз, который в первую очередь с начала следующего года мы запустим и будем использовать для себя. А через некоторое время это может получиться отдельный такой полномасштабный бизнес. Поэтому что нового в следующем году мы сможем сделать? Первое, мы продолжим улучшать личный кабинет и запланировано очень много интересного функционала, очень много полезных сервисов, о которых вы сами нас просили, чтобы работа и взаимодействие с нашим бизнесом было для вас и для нас проще и эффективнее. И, конечно, это все есть в нашем списке to-do листов, которые мы будем делать. Мы также запустим новую версию нашего мобильного приложения. С помощью приложения теперь можно будет взаимодействовать с нашими службами техподдержки, с компанией в очень таком ускоренном темпе. И это будет действительно удобно, потому что это будет всегда рядом с нами, всегда в кармане. Мы запустим первую версию. Дальше нас в следующем году ждет гряда улучшений этих версий. Но первая версия, которая появится, будет абсолютно функциональная. И можете посмотреть, вот она будет в новом дизайне максимально соответствующему уже современному продукту. И тем более, что мы ее делаем уже не на сырую, а мы это делаем уже после нашей нулевой версии от тестированного такого бета-продукта. Также, так как мы обновили наш личный кабинет, это ведет нас в следующем году к дополнительным возможностям. Мы, конечно, сейчас серьезно думаем и работаем над запуском внутренней биржи. И вот этот новый кабинет, новый безопасный кабинет, который в этом году мы запустили, позволит нам это сделать. Также нужно сказать, что наш кабинет по факту вообще соответствует Web3 концепции. И мы сейчас присматриваемся к системам блокчейн, как они реализуются, как они работают, чтобы в будущем иметь возможность их как-то применять и у себя использовать, если в этом будет функциональная и бизнесовая необходимость. И, конечно же, в этом году сделать так много нам помогла серьезная работа над увеличением эффективности наших процессов. Мы перестроили систему работы с задачами, с процессами, с роудмапами, с системой управления. Мы перешли на новый софт по управлению задачами и проектом. Мы ввели новую систему взаимодействия с технической поддержкой, как создаются задачи, как они переходят в работу, как меняются приоритеты. У нас добавилась профессиональная и сильно изменилась команда в плане наших дизайн-компетенций. Вы это можете уже видеть в личном кабинете. И наше максимальное желание сделать быстро, хорошо, максимально профессионально позволило все это сделать в рамках одного всего лишь текущего года. И я лично очень доволен этим результатом. И еще больше я вдохновлен тем, что мы уже вот-вот начнем запускать с начала следующего года. А теперь мне пора снять мой цифровой шлем и поздравить всех в такой торжественной атмосфере. Поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать себе новых интересных зажигающих целей, стремлений, желаний. Но лишь пожелать недостаточно. Нам нужно их записать и уже в этом году подумать над шагами, которые нам нужно будет в следующем году сделать, чтобы эти цели и желания могли осуществиться. Поэтому я желаю всем нам зажигающих целей, больших стремлений. И, конечно же, наискорейшего их достижения в следующем году. И чтобы мы вместе дальше могли также быстро, эффективно двигаться в году следующем. Всем желаю успехов и удачи. Давайте вместе шагать в цифровое пространство. До встречи. Всем до встречи. До встречи в следующем году. Спасибо, Виталий. Благодарю тебя за хорошие новости. Ну а мы с вами движемся дальше. Проект двигателя Дуйнова – это международный проект. Действительно, мы имеем активность практически во всех странах мира. Так или иначе, есть зарегистрированные пользователи, инвесторы. Но особенно плодотворно мы работаем на тех рынках, где у нас открыты национальные представительства. На сегодняшний день у нас открыто 22 национальных представительства. Это страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. И мы продолжаем открывать все новые и новые страны и работать в тех регионах, где у нас уже есть представительства. В этом 2022 году мы открыли два новых представительства в Колумбии и Северной Македонии. Так что желаем им удачи в их деле по продвижению нашей компании и проекта. И прямо сейчас я бы хотел передать слово нашим национальным партнерам. Они сделали небольшое видеообращение для вас. Давайте посмотрим и поблагодарим за это. Я впервые был в России и на строительной площадке в 2019 году. Тогда на месте стройки увидел только огороженную площадку. Приехал в Москву в 2022 году дважды. В феврале и в августе. И был поражен масштабом и темпом стройки. Это почти 17 тысяч квадратных метров будущего инжинирингового центра Совалмаш. В начале года строители только начали монтировать стены. Летом коробка здания была почти закрыта. А сейчас там уже тепло. Привет друзья, я Бирди Гульшан Кумар. И как вы знаете, мы организовали офлайн конференцию в Индии. Которую вы также видели вживую. И спрос на нашу технологию в совокупности с солнечными панелями в Индии растет очень быстро. В этой конференции приняли участие более 800 наших партнеров. И я хотел бы вам напомнить о том, какая проблема сейчас существует в Индии и во всем мире. Это экологическая проблема. И на этой конференции людям, которым была показана технология, еще больше заинтересовались ей. Наши спикеры рассказали о технологии, о наших методах работы. Поделились своим опытом и рассказали, почему эта технология должна быть принята миром. Компания Сувалмаш очень быстро становится известной в Индии. Надеюсь, что в ближайшее время вы увидите использование этой технологии в Индии. Спасибо. В этом году мы видели, как быстро и слаженно работают строители. Как много строителей заливают бетон. Очень много бетона. Как растут стены. Как к зданию начали подводить инженерные сети. Завозить оборудование. Совсем скоро здесь будет работать уникальное предприятие. Хочется работать еще больше, чтобы приблизить это время как можно скорее. Открытие торгового дома Сувалмаш – одна из лучших новостей года. Уже готовится к использованию первый предзаказ на 6000 углошлифовальных машин с двигателями на Славянке. Часть из них приедет в Болгарию. Ждем с нетерпением. Инструмент будет производиться и на одном из лучших заводов Китая. Часть будет собираться в Сувалмаш. Это первый серийный продукт компании и новый этап развития проекта. В 2022 году компания Сувалмаш вышла на новый рубеж. Стала гораздо более узнаваемой в бизнес-кругах и в СМИ. Особенным событием стало участие компании в военно-промышленном форуме «Армия». Разработки Сувалмаш, безредукторная лифтовая лебедка, электробронетранспортер, электроинструмент и другие вошли в десятку лучших инноваций форума по мнению журналистов. Сюжеты о компании были показаны в ведущих СМИ России. Позднее о проекте написал журнал Forbes. Весной этого года компания Solar Group открыла национальное представительство в Колумбии. Это чрезвычайно важное для продвижения проекта событие для Латинской Америки. Мы с партнерами работали и продолжаем работать еще активнее. Каждую неделю проводим вебинары с партнерами. Говорим о проекте, о последних новостях. Организуем регулярные встречи, где отвечаем на самые популярные вопросы о проекте и компании Solar Group и Sovalmash. Презентации для инвесторов, где четко разъясняем, как работает компания. Все для того, чтобы быстрее завершить проект и принести технологию в свою страну. В 2022 году мы стали намного ближе к своей мечте, что не может не радовать. Этот год стал годом нового дыхания. Нового дыхания для оффлайн-встреч и живых конференций от компании Solar Group. Семь крупных конференций с участием первых лиц компании прошли в течение этого года. Незабываемое впечатление оставила Москва и площадка Sovalmash. Конечно же, мы побывали на строительной площадке Sovalmash и своими собственными глазами увидели плоды нескольких лет нашей плодотворной работы. Узнали последние новости о финансировании проекта. Какие планы дальше у компании. Увидели массу техники на Славянке. Это была как техника Sovalmash, так и техника Андрея Лобова. Пообщались вживую с партнерами и коллегами из других стран. Это была, безусловно, плодотворная работа. И я надеюсь, что вскоре мы завершим наш проект. Добрый день. Меня зовут Чинь Ван Лонг. Я из Вьетнама. В 2022 году наш проект достиг много успехов. И во Вьетнаме мы устроили две конференции. В Ханое и в Хо Ши Мине. Помимо этого, у нас было две бизнес-встречи с представителями заводов по производству электротехники. И это поможет нам найти больше инвесторов. Вьетнам является одним из лидеров по инвестициям в проекте. И мы видим еще больше перспектив для развития во Вьетнаме. После открытия представительства компании Solar Group во Вьетнаме мы видим, что мы работаем очень эффективно. Поэтому хотим в 2023 году открыть десятки новых офисов в разных провинциях и городах для лучшего продвижения компании и проекта. В Индонезии офлайн-конференция Solar Group прошла впервые. Такие мероприятия дают мощный импульс для продвижения технологии и новых инвестиций в проект. Мы организовали встречу для наших инженеров, которые впервые увидели двигатели на Славянке. И они были впечатлены технологией Славянка. В ноябре Solar Group открыла представительство в Северной Македонии и впервые провела там конференцию. Мероприятие активировало наших инвесторов. Привело в проект новых участников. Вместе с первыми лицами компании мы организовали несколько деловых встреч с чиновниками и бизнесменами. Нам в Македонии интересен и важен опыт наших коллег и партнеров из соседней Болгарии, где также недавно прошла крупная конференция от компании Solar Group. Solar Group провела более 270 живых встреч и презентаций о проекте двигателя Дуйнова в 2022 году. Каждый день мы рассказываем миру о проекте, отвечаем на вопросы и продвигаем технологию. Результат уже виден. Все больше и больше людей знакомится с технологией, лежащей в основе проекта и его преимуществами. Партнеров на работу мотивирует живое общение и те акции, которые проводит компания. Только в этом году Solar Group запустила 4 акции для партнеров. Общим результатом стало увеличение активности партнеров, что привело к привлечению дополнительных инвестиций в проект. На протяжении всего года продолжался 17 этап финансирования. Всего же в проекте 20 таких этапов. 17 этап принес нам множество отличных новостей и сильно приблизил проект к завершению. Но до конца года, я уверен, будет еще много хороших сюрпризов от компании Sovalmash и компании Solar Group. Мы на другом конце мира каждый день следим, как идет стройка. А конференции, встречи, они объединяют нас вокруг проекта еще сильнее. Я действительно думаю и надеюсь на то, что этот проект поможет миру стать лучше, поможет экологии, а также поможет партнерам увеличить свой доход и сделать этот мир лучше. Становитесь участниками проекта, ведь впереди нас ждет еще много свершений. Большое спасибо, наши многоуважаемые национальные партнеры. Хочу вас поблагодарить за вашу работу. Вы, друзья, теперь можете увидеть тех самых людей, если вы раньше еще их не видели. Это именно те люди, которые организовывают работу в своем регионе. И они не просто партнеры высшего уровня, они в первую очередь лидеры, за которыми идут люди. Это именно те люди, которые отвечают за результат в той или иной стране и делают это эффективно. Я желаю удачи всем нашим национальным партнерам, их командам, которые тоже вкладывают очень большой результат в общую цель. И хотелось бы, чтобы этих национальных представительств осталось еще больше. И так и будет. В 2023 году мы еще планируем открыть несколько национальных представительств, причем уже даже определены какие. Но я пока не буду их называть, сделаю небольшую интригу для того, чтобы вы могли порадоваться. Потому что в начале года уже эта информация будет. Просто знайте, что новые представительства прямо на подходе. И все это, конечно, будет позволять нам достигать наших целей еще эффективнее. Друзья, ну что, вы своими глазами видите, как активно проект реализуется. Что мы не только ставим цели, мы не только говорим о своих планах, но мы и шаг за шагом реализуем поставленные задачи. Значит, вектор выбран верно, и мы обязательно достигнем всех заявленных целей. Да, где-то мы отстаем, но где-то и опережаем. И уже в скором времени, я уверен, что мы сможем встретиться на большой конференции прямо уже около действующего инновационного центра «Соволма», чтобы вы могли увидеть своими глазами уже не строительные работы, а именно действующее предприятие. Мы действительно делаем то, что многие считают невозможным. И зачастую нам говорят, у вас это не получится, это не получится. А мы делаем и получается. И потом эти люди пропадают. И где их слова теперь? Поэтому я уверен, что ничего нас уже не остановит. Тем более нам остается сделать последний финальный рывок. Именно поэтому мы сейчас, как я уже сказал, переходим на новый этап развития. И я хочу в очередной раз вас с этим поздравить с переходом на 18-й инвестиционный этап. Но при этом еще раз напомнить, что на 18-й инвестиционном этапе инвестиционные условия будут заметно менее выгодными. Так что инвестируйте сейчас, пока есть возможность присоединиться к проекту на текущих условиях, на условиях 17-го этапа. Помните, конечно же, и про лотерею. Ну а также про возможность увеличить свой закрытый инвестиционный пакет. Такая возможность будет до конца действия инвестиционного этапа. То есть до конца года. На этом я бы хотел поблагодарить и команду Solar Group, и команду Soul MASH, а также инвесторов проекта и партнерам проекта. Все вместе нам удается реализовывать такой интересный и сложный проект. Причем вы можете пошагово видеть, как мы это делаем и следить за ним практически в прямом эфире. На этом я бы хотел вас поздравить с наступающим Новым Годом и напомнить, что вы прямо сейчас можете внести свой вклад в финансирование проекта «Двигатели Дуино» в его продвижение всего лишь одним простым действием. Прямо сейчас поставьте лайк этой трансляции, сделайте репост этой трансляции. По возможности максимально ее распространите. Вышлите в чаты, какие у вас есть в доступе, разместите в социальных сетях. Иногда одно такое простое, бесплатное действие, которое вы можете сделать, чуть-чуть, но приблизит нас к результату. А если вы все это сделаете, то это даст большой приток инвестиций, который, я думаю, всем для нас выгоден. На этом у меня все. Большое спасибо вам за ваше внимание. Инвестируйте на 17 этапе, увеличивайте пакет, участвуйте в лотерее. У меня на сегодня все. Всем спасибо и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok